Выставка газет и листовок, посвященная 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, удивляла своим многообразием. На экспозиции были представлены газеты как про немецкие, так и советские. «Заряд», «Шервоная звезда», «Полесская правда», «Наше слово», «Погоня», «Баранульская газета». Выставка наглядно иллюстрирует, о чем писала пресса тех времен, как радовались люди, освобожденных от оккупации городов, о чем мечтали и во что верили. Мы взялись за эту работу, привлекли свои фондовые материалы, частично обратились за помощью в наш областной архив и сделали вот такую выставку, где представлена пресса времен Великой Отечественной войны, советская и коллаборационистская, то есть пронемецкая. Слово «помощник», слово «надежда», слово «оружие» и способ защиты. Пресс со времен Великой Отечественной умела вдохновлять и вооружать. Печатное слово двигало вперед под призывами «За Родину», «За Сталина». Оно стало инструментом убеждения, а потому вдохновляло на подвиг, самопожертвование и героическое преодоление трудностей. На службу идеологической задачи были брошены лучшие журналистские и писательские силы. Убедиться в этом можно было подробно, ознакомившись с выставкой. Экспозиция готовилась на протяжении нескольких лет. Для этого были привлечены как музейные, так и фондовые материалы. Вся выставка построена на краеведческом материале, то есть это газеты, именно те, которые сдавались на территории Брестской области в годы войны. И временной отрезок в основном в 1944 и немного в 1943 года. Выставка «Слово так само сброя» – одна из многочисленных экспозиций, которая представляет для обозрения брещан областной краеведческий музей. Сегодня он обладает уникальным историческим и культурным достоянием. Музейное собрание насчитывает более 160 тысяч предметов, свыше 20 коллекций, которые служат основой не только для открытия новых филиалов, экспозиций и выставок, но и проведения разнообразных мероприятий, предлагаемых посетителям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!